Привет, дружочки-пирожочки! Показывал я вам чудо скибеди туалетов, и был целый у меня ролик. Просил ставить лайки, показывать наборы по скибеди. Вижу, что некоторые просят, и там же были часовые люди. Часовщики, часовмены, часа-люди, люди-часы. Вот так. Есть ещё, да? И я показал вам набор. Ну, я сегодня покажу всю коллекцию, которая у меня есть, потому что я взял ещё у того же продавца, взял на маркетплейсе ещё набор. Например, там был очередной часовой мужик. Очередной часовой мужик. Часовой мужик, смотрите. Вот такой вот, в чёрном. В чёрном цилиндре, на ряде старинном, часовой мужик к нам на праздник спешил. Вы поняли, да? Короче, вот такой вот. Ну, точнее, это точно такой же. Сейчас давайте покажу. У меня где-то был. Давайте ладно, в конце выпуска достану, вам покажу, сравню. Ставим часового мужика. Но сейчас давайте что-нибудь новенькое, из-за чего... В принципе, я взял из-за одного определённого, поэтому некоторые здесь похожи. Ну, этот, конечно, просто победа. Вот это мой любимчик. Это мой любимчик. Это просто... Это какой-то бимболёт. Бимболёт. Просто. Взгляните на этого чувака. О, они! Летают. Тут ещё можно вот так вот палец ставить. Это унитаз с крыльями, похожий на старый самолётик. Он похож там самолётиком из капхеда, из каких-то там игр, мультиков и так далее. Такие старенькие самолётики. И при этом из него рущая огромная морда с зубами. Ну, это... Это ли не чудо? Нет, это, конечно, не чудо. Это китайские фигурки, которые они лепят быстро-быстро по... Ну, не быстро, это, наверное, не знаю сколько. Возможно, этот сюжет уже тоже прошёл. Этих часовщиков уже нету. Но есть летающий с кибиди туалет. Следующий. Это... Опять, по-моему, репринт. Вот здесь что такое, да? Перепечатанный просто... Ctrl-C, Ctrl-V, другое-другая заливка, другой пластик. Да, да. Ага, нет. Или да. Ну, сейчас мы в конце разберёмся. В общем, ещё один сверла-чел. Чела-сверл. Сверла-мужик. Человек-сосед, как я и говорил. Человек-сверлила. Человек-зубила. Человек-крутяшка. Человек-винтяжка. Вот он. И у него есть в сердце, у него какое-то солнце. Видите, он весь из себя роботь. Роботь-это робо-сверлобо. 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 Назовём его так. Робо-сверлобо. Роботик-сверлоботик. Я робот-сверлобот. Я должен сверлить. Да. Короче, вот такой у нас есть чел. Белый полностью. Определим его. Поскольку он белый, пусть он будет злодеем. Пусть он будет злодеем. А вот следующий новый персонаж. Взгляните. Вы только на это взгляните. Сейчас все, все мужчины попадают. Знаете почему? Потому что, ну, 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 вы взгляните. Даже это надо просто показать. Вы взгляните на эти лосины. А? Какие замечательные лосины. Золотые сапоги. Замечательные лосины. Ну вот, давайте возьмём вот этого. Разве у него такие замечательные лосины? Нет. Здесь вот такие вот, ну, наляпаны на спине. Но бывает. У вас спина, как говорится, наляпана. Сверху мы видим тоже часы и тоже шляпу. Но это, как можно догадаться по некоторым моментам, это часовумен. Будильника тётя. Часа тётя. Часа тётя. Часа тётя – это тётя, которой надо помыться. Часа тётя. Вот. Ну, да. Время вумен. Время гёрл. Назовём её так. Девочка-будильник. Вот такая вот. Да. Первая женщина – циферблат. Цифербаб. Извините. Ну, вы поняли. Короче, вот такая первая в мире женщина с башкой часов. И у неё ещё есть какие-то наушники почему-то. Вот такая. Ну, что ж, поздравляю нас с этим событием. Есть ещё один персонаж. Так. А-а-а. Опять. Опять перекрасили. Да что ж такое? Ну, это прям нечестно. Это нечестно. Знаете ли? Это нечестность, нечестность. Но вот здесь он выглядит, кстати, круто. Смотрите, как много зависит от покраски. Если в прошлый раз он мне не понравился, ну, какой-то не такой, как сейчас мне не понравился этот человек Сверлила. В этот раз, посмотрите, он выглядит довольно внушительно и опасно. Вот этот человек-отбойник. Да? Ду-ду-ду. Вот. Ну, он выглядит, потому что у него типа металлическая, блестящая элемент, золотой пиджак, чёрные ноги. Ну, я вам покажу. Мы сравним предыдущего и этого. Вы скажете, какой круче, какой отбойник круче. Поставим его хорошим парням тоже. И следующий часовщик. А, это опять репринт. Ну, смотрите, как нам повезло. У нас сегодня девичник, потому что к нам заскочила ещё одна красотка-часовсотка. Ну, вот. Почему-то у неё, что у неё, ноги приклеены друг к другу. Да? Вот здесь можете лучше рассмотреть лосины. Можно лучше рассмотреть и сходите. Я не знаю. У неё странно. Вот здесь вот какой-то, что это? Корсет или... Что это такое? Я не знаю, что это такое. Если бы я знал, что это такое, но я не знаю, что это такое. А время у тёток разное? А время у тёток разное. Всё-таки это тётки, показывающие разное время. Вот такие вот тёти, мочи. Они есть. И, конечно же, самый, наверное, персонаж, которого я хотел увидеть. Ну, во-первых, конечно, посмотреть на часовую тётю, но... У нас здесь есть гигачат ультра-часовой мужик. Просто часовщик титан. Часовой... Часовой мужик. Золотой, золотой, часовой. Часовой золотой. Посмотрите, какой он мощный. Как он... Как мощны его лапища. Посмотрите, он был просто качок какой-то. Он просто весь в золоте. И, давайте... Тыдыщ! Он просто Биг Бен. Ну, он просто... У него в груди ещё часы. Здесь часы что-то закручиваются. Сверху часы показывают. У него прям ультра-много часов. Он прямо супер... И он золотой. Он выглядит эпично. Я считаю, что это босс. Их... Если нет, то он должен быть главным. Я назначаю его самым главным чуваком. Ультра-часовик. Ультра-часик. Мега-час. Мега-часовой. Вот что-нибудь такое. Как-нибудь так. Вот. Ну и, в общем, такая у нас всё. Коллекция сегодня закончилась. Ставьте большие пальцы вверх. Сейчас я вам покажу предыдущую, чтобы было повеселей. Вот. Сегодня, как по мне, победили... Ну, по мне победителя два. Это вот этот чел. Давай. Возможно, я просто как сорока падки на золото. Да? Возможно. Возможно. Это вот этот и вот этот. Я считаю, что они победители. Они победители. Ну, посмотрите. Этот самолет чудесный. И этот часовой мужик тоже прекрасный. Вот такие два прекрасных чувака. Я считаю, что они победители. Но. А я предыдущих вам хотел бы вам показать. Так. Во-первых, вот этот. Видите, насколько покраска, как по мне, делает хуже. Ну, во-первых, у него, конечно, носик загнутый. Так и не восстановился. Вот. Они могут сражаться друг с другом носами. Следующий репринт. Давайте я вам покажу. Опять же. Вот этот вот дрель мне нравится больше. Можно их дрелить друг об друга. Например, смотрите. У них может быть вот такая вот либо дружба, либо война. Сверлильная. Вот бурильные. Бурильные. Бурильные вот такие вот у них могут быть игры. Вот. И это вот насколько лучше выглядит тут в таком цвете. Это какой-то белый непонятный. Так. В прошлый раз были вот у нас два таких чувака. Но с такими штуками непонятными на голове. Также был... Ну, обычно... Вот он. Кстати, репринт. Просто перекрасный. Перекрашенный. Репейнт. Репейнт назовём его. Почему репринт назовём? Репейнт. Репейнт. Вот так. И наши замечательные в коллекцию скибеди туалетов. Скибеди НЛО. Скибеди реактивным ранцем. И скибеди золотой танк. Вот такая. Вот такая коллекция, друзья мои. И да, криповенькие китайские фигурки. Но не воняют, не разлагаются. Типа стоят недорого. А фигурок много. И норм. Так что если увидите на маркетплейсах, то знайте, что они вот такие. Я проверил их для вас. Ставьте большие пальцы вверх в качестве от вас благодарности. Мне этого достаточно будет. Трачу свои деньги, чтобы вы не тратили или потратили деньги на что-нибудь хорошее. Вот. А я продолжаю поиски. Если хотите видеть ещё поиски по вашей любимой теме, то не забывайте ставить большой палец вверх. Пока. Продолжение следует.